Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Ребята, свежий обзор для вас с торговыми рекомендациями, с анализом предыдущих моих торговых публичных идей. Все это сегодня будет в обзоре, но прежде я бы хотела напомнить о том, что данный видеообзор выйдет на моем ютуб-канале «Мария Кухта Трейдер» сегодня, в воскресенье, 9 июля, и на ютуб-канале «Компания Маркетс». Видеообзор продублируется завтра в понедельник. Ребята, давайте начнем с первого блока. Первый блок сегодняшнего обзора, и это свежие торговые идеи для вас. И я предлагаю сакцентировать внимание на рынке металлов. Интересные картинки у нас сформировались по металлам. Давайте все по порядку, и начнем с золота. Что интересно по золоту? Самый достаточный лонговый паттерн у нас образовался по золоту за последние несколько торговых дней. Поэтому я предлагаю вам уже с понедельника, либо с секущих, либо еще от небольшой коррекции, но все-таки присмотреться к покупкам по золоту, потому что у нас есть неплохая торговая комбинация наверх. Потенциально защитные лонговые движения, коррекция небольшая, локальная, которую перекрыли в пятницу. Кстати говоря, на этом перекрытии мы уже с подписчиками в закрытом канале неплохо интердей заработали. По золоту, то есть я еще в пятницу своим подписчикам рекомендовала покупать данный металл. Здесь у нас была покупочка чуть-чуть рисковая, но тем не менее удалось словить вот это лонговое перекрытие в моменте. Исходя из локальной картинки, в своем таймфрейме, я все-таки дала торговый сигнал, торговые идеи на покупку в закрытом канале. Вип Мария Кухта, и мои подписчики уже на вот этом лонговом движении в пятницу неплохо интердей заработали. Что дальше по золоту? Ребят, я предлагаю дальше лонговать данный металл, несмотря на то, что у нас присутствует нисходящая тенденция, нисходящая короткосрочная тенденция, которая началась фактически в месяце мая, уже больше двух месяцев мы снижаемся по золоту. Но тем не менее, если посмотреть картинку более глобально, то все-таки тренд у нас сохраняется восходящий, среднесрочный тренд по золоту восходящий. И я уже неоднократно говорила свое мнение по золоту, то есть я считаю, что все-таки вот это снижение, это у нас коррекция, коррекция, которая должна закончиться и которая покажет дальнейший выброс наверх по золоту с перспективой на обновление максимумов, которые мы с вами видели в месяце мая. То есть в принципе, в принципе, текущая картинка локальная позволяет открывать покупки краткосрочные. Что будет дальше? Дальше будем сопровождать наши лонговые позиции. В любом случае, если будут интересные ситуации дальнейшие, то есть если у нас будет сохраняться лонговая перспектива, обязательно это озвучу в своих следующих обзорах, если у нас произойдет отмена лонгового сценария краткосрочная, и дальше будем двигаться в сторону нисходящей локальной тенденции, это тоже озвучу в своих следующих обзорах. Также, ребят, я напомню о том, что я регулярно делаю апдейты своих публичных торговых рекомендаций, апдейты делаю в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, поэтому если интересует мое мнение дальнейшее, то есть если интересует мое мнение по этому инструменту, по другим инструментам, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал, и также узнавайте актуальные ситуации по основным финансовым инструментам, в том числе и по золоту. Поэтому, что сейчас по золоту? Сейчас по золоту самая достаточная лонговая формация, которая позволяет дальше рассматривать покупочки в вышеоткатной зоной поддержки 19.10, с перспективы на пробитие конституционного сопротивления, которое у нас образовалось локально в районе 19.30, ценовая зона сопротивления, я думаю, что и эту ценовую зону мы будем пробивать, в силу того, что лонговый паттерн, который сейчас у нас сформировался за последние несколько торговых дней по золоту, он показывает дальнейший рост. Перспектива роста, ну, по крайней мере, краткосрочная, а дальше уже будем смотреть. Как я уже сказала, буду вас информировать, то есть если что-то будет меняться по данному металлу, проинформирую вас в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Поэтому, ребят, не забывайте подписываться. Так, серебро. Это еще одна интересная торговая идея для вас. Ребят, по серебру чуть получше картинка. Посмотрите, что у нас интересного рисуется сейчас по серебру. То есть если золото еще находится на своих минимумах и торгуется в рамках локального выравнивания, то серебро у нас уже показывает небольшое такое поджатие наверх. За последние две торговых недели у нас сформировалось локальное поджатие наверх по серебру. Я считаю, что это у нас такой локальный двухфазный импульс наверх, после чего свежая попытка перекрыть этот импульс, но нет, это у нас не перекрытие, а коррекция. Коррекция у нас закончилась свежим лонговым перекрытием. То есть лонговое перекрытие перекрывает предыдущее движение вниз, то есть коррекцию на восходящем импульсе. Все это дает возможность прогнозировать дальнейший рост по серебру, поэтому либо с секущих, либо еще от какой-то локальной коррекции. Я думаю, что увидим дальнейшее, по крайней мере, краткосрочное движение наверх, выше откатной зоны поддержки 22,6, с перспективой на пробитие сопротивления в районе 23 и чуть-чуть выше 23,2. Зона сопротивления у нас такая локально образовалась, но я думаю, что эту зону будем пробивать и дальше расти по серебру. Поэтому, если вы торгуете металлы, можете присмотреться к золоту и к серебру для того, чтобы открывать против локальных нисходящих тенденций, но в сторону текущих лонговых паттернов свежих, которые сформировались и уже подтвердились за последние несколько торговых дней, и в сторону среднесрочной восходящей тенденции, которая у нас присутствует по данным инструментам. Ребята, из свежих торговых идей пока это все, то есть больше торговых рекомендаций, вы будете получать, если подпишетесь на мой закрытый телеграм-канал Я напомню, что в закрытом телеграм-канале подписчики получают не только торговые сигналы с сопровождением, но и торговую аналитику ежедневно по основным топовым инструментам. То есть анализирую как валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серейовой рынок. Все рынки анализирую с позиции своей авторской торговой стратегии и защитный трейдинг, поэтому, если интересно, оформляйте подписку на мой закрытый телеграм-канал Вим Мария Кухта для того, чтобы оформить подписку. Напишите мне в личку, все мои контакты есть под видео. Так, ребят, значит, по поводу торговых идей свежих пока все. То есть пока мы остановимся на металлах. Как я уже сказала, то есть больше торговых идей, больше торговых инструментов я рассматриваю в своем закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта. Так, давайте теперь переходить к следующему блоку сегодняшнему. Это анализ и разбор моих предыдущих публичных торговых рекомендаций. Ребят, вы от меня получили в прошлое воскресенье. Это на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер и на YouTube-канале компания Маркетс. Видео продублировалось в прошлый понедельник. Вы от меня получили торговые рекомендации. Давайте же посмотрим текущую картинку по этим рекомендациям. Есть ли кто воспользовался отлично, потому что там, в принципе, большинство из моих торговых рекомендаций отлично себя отработали. Давайте все по порядку. И начнем с индекса доллара. Индекс доллара, ребят, в прошлом обзоре я вам рекомендовала открывать покупки. Давайте посмотрим. Посмотрим закрытие пятницы. И вот открытие понедельника, то есть закрывается пятница, на выходных записываю обзор, в котором рекомендую вам открывать ланги. По индексу доллара выше откатной зоны поддержки 102,8. Сразу хочу отметить, ребят, на самом деле мне удалось отлично прокатиться на прошлой торговой неделе по тем движениям, которые у нас произошли по валютному рынку, в том числе и по индексу доллара. Я заработала как на вот этих покупках, и не только в закрытом канале, но и публично. Публично я вам рекомендовала открывать ланги в обзоре. Ну и довольно успешно удалось прокатиться на пятничном импульсе вниз, который у нас произошел по дикси 7 июля на нонфармах. И тоже публично. Публично вы от меня получили торговую идею в шорт. Я вам сказала, что уже все, ребят. Скорее всего у нас покупки закончились. У нас произошла локальная, и нарисовалась локальная шортовая комбинация, которая подтвердила, что дальше, дальше дикси собирается двигаться вниз, которая показала, что вот это движение наверх у нас закончилось, и можно шортить данный инструмент. Что, в принципе, я и написала в своем открытом телеграм-канале, чуть позже покажу. И в своем закрытом телеграм-канале подписчики мои получали торговые сигналы от меня, то есть на продажу индекса доллара, на покупку евро-доллара, на продажу доллар-франка, на покупку фунт-доллара. То есть все торговые идеи подкреплены торговыми сигналами в закрытом канале, и не только, а также подкреплены торговые идеи публично, ребят, которую я для вас написала в виде текстового сообщения в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер. Давайте уже сейчас все посмотрим по порядку. Значит, индекс доллара открывается в понедельник. Прошлая торговая идея в прошлом моем обзоре. Покупки по дикси. Покупки себя локально отработали. Давайте посмотрим. Я еще в среду сделала апдейт для вас в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. То есть это тот телеграм-канал, где я регулярно делаю апдейты своих предыдущих торговых идей. Это первое. Покупки, где я информирую вас о каких-то изменениях на рынке, как вот это случилось с дикси, да, когда у нас еще были покупки актуальны, я написала, что да, актуальны. Но когда уже у нас шарты нарисовали, шартовые паттерны свежие, шартовые перекрытия, я вас проинформировала о том, что все, покупки закончились, можно шартить. Так вот, публичный пост о том, что моя торговая рекомендация, которую я давала в обзоре, то есть после закрытия пятницы, вот у нас понедельник-вторник закрылся, я здесь увидела подтверждение лонгов, и я написала о том, что индекс доллара у нас дальше смотрится наверх. Локальную цель мы взяли, то есть мы локальный максимум достигли. Когда произошла реакция на локальные максимумы, я написала о том, что все, можно шартить. И давайте посмотрим, значит, еще в закрытом канале, в моем закрытом канале, VIP-Мария Кухта, значит, вот второй сигнал на покупку, кстати говоря, по дикси у меня было два сигнала на покупку, первая покупочка еще ранее, кстати, здесь вам тоже рекомендовала публично покупать индекс доллара и в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер и публично в видеообзорах. И вот еще один торговый сигнал по индексу доллара на покупку в закрытом канале. Как вы видите, мои публичные торговые идеи подкреплены также торговыми сигналами с сопровождением в моем закрытом телеграм-канале VIP-Мария Кухта, то есть подписчики от меня получают торговые сигналы с четким сопровождением, я показываю, куда нужно выставить стоп-лосс, я показываю и информирую, когда нужно фиксировать часть позиции и так дальше. То есть все эти моменты я веду в своем закрытом телеграм-канале VIP и Кухта. Поэтому, ребята, если интересно, обращайтесь в личку и всю информацию предоставлю. Так, теперь давайте по поводу публичных идей. Есть, значит, вот Dixie покупочка в силе, это у нас среда 5 июля. И посмотрите, по индексу доллара 7 июля, кто подписан, кто подписан, ребят, на мой открытый, замечу, открытый телеграм-канал, то есть не только в закрытом, но и в открытом для своих подписчиков, я написала, что у нас по индексу доллара происходит отмена уже лонгового сценария, и можно шортить. Смотрите, продажи ниже сопротивление 103,4. Здесь я написала, почему, то есть что такое самодостаточный шортовый паттерн, на который я здесь акцентировала внимание. Это то, что я рассказываю на курсах обучения, индивидуальные курсы обучения. Ребята, если интересно, тоже обращайтесь в личку. Все эти моменты рассказываю, почему шортила, на каких основаниях шортила, какие у нас здесь были моменты для того, чтобы шортить. Но, тем не менее, кто подписан на мой открытый телеграм-канал, вы были в курсе, что я перевернулась на продажу в конце прошлой торговой недели, на продажу по Дикси. Посмотрите, у нас здесь была трендовая линия по Джорджу наверх, сюда я нарисовал первую цель, и, в принципе, мы эту первую цель сделали в пятницу. Просто шикарный пролив вниз по индексу доллара. Посмотрите только, что сделал индекс доллара на самом деле в пятницу. Отличный шорт. До этого лонги, которые я публично тоже говорила. Вот как работает динамичность анализа. Динамичность анализа – это один из принципов. Моя авторская торговая стратегия – защитный трейдинг. Ребята, не только у нас должна быть какая-то торговая ситуация, какой-то торговый паттерн, но и мы должны с вами все это делать в комплексе с динамичным подходом к катализу рынка. Что это такое, тоже рассказываю на курсах обучения. Мои ученики знают, каким образом я анализирую рынок и получаю информацию от рынка, каким образом смотрю на рынок и так дальше. Все эти моменты рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Посмотрите, что Dixie сделал. Просто отличный пролив низ, отличный шорт, отличная отработка. Публичная торговая идея на продажу, которая подкреплена торговым сигналом в закрытом канале. В закрытом канале подписчики, у меня чуть позже покажу, тоже получали торговую идею по Dixie. В принципе, это та самая торговая идея, которую я для вас продублировала в открытый телеграм-канал Марии Кухтотрейдер. Ну что ж, ребят, отличные у нас окончания прошлой торговой недели. Евро-доллар, давайте посмотрим. На евро тоже удалось шикарно заработать. На самом деле, евро-доллар я прогнозировала на продажу на прошлой торговой неделе, в прошлом обзоре своем, который записывал на выходных. У нас закрылась пятница 30 июня. И посмотрите, понедельник открывается. Шорты по евро. Шорты по евро не только, которые я сказала публично в обзоре, но и которые подкреплены торговым сигналом в моем закрытом телеграм-канале ВИП-Мария Кухта. Посмотрите, как я веду работу в закрытом канале. Смотрите, евро. Сигнал в шорт. Цель на обновление локальных минимумов и ниже. Но мы минимумы обновили, вы это знаете. Посмотрите, торговый сигнал. Куда выставить стоп-лосс? Потом я сопровождаю свою торговую позицию. То есть подписчики получают от меня не только торговые сигналы, торговые идеи и торговую аналитику, но и последующее сопровождение этих торговых рекомендаций. Значит, торговый сигнал на продажу. И посмотрите, где сейчас евро-доллар. Значит, евро-доллар у нас локально отработал продажи. Те продажи, о которых я говорила. Значит, и в пятницу, после того, как у нас... Здесь я, кстати говоря, 30% позиции на продажу по евро зафиксировала. И в пятницу, после того, как у нас нарисовалось вот это лонговое перекрытие по евро, образовался самодостаточный лонговый паттерн. Я своим подписчикам написала о том, что, ребят, евро-доллар будем покупать. И давайте посмотрим. Посмотрим торговый сигнал на покупку по евро. То есть, если в открытом телеграм-канале я продублировала информацию только по поводу Dixie, то есть по поводу индекса доллара, то в своем закрытом телеграм-канале подписчики получали от меня не только торговые идеи по индексу доллара, но и по другим инструментам. Смотрите, значит, 7 июля-пятница мы выходим с предыдущих моих торговых идей, которые были до этого. То есть, это была покупка по Dixie, покупка по доллар-франку, продажа по евро, который мы уже частично фиксировали. Потому что я использую частичную фиксацию прибыли. Все это тоже рассказываю на курсах обучения, ребят. Ну и подписчики в закрытом канале могут видеть, каким образом я работаю с торговыми сигналами, с торговыми идеями. Итак, давайте посмотрим. Сигнал евро-доллар лонг пятница, 7 июля перевернулась на покупочку. Продажи зафиксировала. Значит, здесь в моменте 30%, я оставшуюся частью здесь после перекрытия. И открыли лонги. И давайте посмотрим, что евро-доллар сделал в пятницу на новостях по Non-Farm Perils. Замечательный импульс наверх. Ребят, даже никаких выносов здесь не было. Просто-напросто торговый паттерн, самый достаточный лонговый, показал окончание предыдущего шартового движения, то есть коррекционного. То есть этот самый достаточный лонговый паттерн проинформировал меня о том, что до этого у нас была коррекция. Коррекция у нас заканчивается, потому что уже рисуют локальные лонги. И коррекция на чем? На лонговом движении, которое было у нас импульсное, которое было у нас в мае месяце. Поэтому евро. Посмотрите, идея в лонг. 50% позиций зафиксировала в конце дня, потому что, ну, на самом деле, перед выходными, да, и, в принципе, уже отличный импульс наверх у нас произошел, отличная отработка покупок. Вот, в принципе, на что я хотела обратить внимание. Динамичность анализа позволила спрогнозировать как короткосрочные шарты и на этом заработать, так и импульсный лонг и на этом тоже заработать. Все это по моей авторской стратегии, ребят, защитный трейдинг. Кому интересно, обращайтесь в личку, провожу курсы обучения. Чуть позже, еще в конце сегодняшнего обзора, расскажу о курсах обучения более подробно. А также закрытый мой телеграм-канал, где я подписчикам даю торговые сигналы, торговые идеи, торговую аналитику. И предоставляю сопровождение всех своих торговых идей по основным топовым инструментам из всех рынков. Так, евро-доллар посмотрели. Ребят, дальше давайте следующие идеи, которые были на прошлой торговой неделе. Так, ну посмотрим, вот натуральный газ. Натуральный газ – это единственный инструмент, который закрылся по стопу из моих предыдущих торговых идей. Но, тем не менее, посмотрите, значит, я записывала обзор, пятница у нас закрывается, да, понедельник открывается с гепом. Здесь у нас, я знаю, некоторые ребята покупали натуральный газ, смотрите, локально мы выросли, да, чуть-чуть мы выросли все-таки. И во вторник локальный рост показали, да, и в следующий чуть-чуть пытались вырасти. Но, тем не менее, среда у нас шартового перекрытия по натуральному газу. В четверг подтверждение этого перекрытия здесь уже шарты. То есть сейчас у нас произошла по натуральному газу отмена лонгового сценария, поэтому нужно фиксировать убыток. То есть это тот инструмент, который краткосрочно, локально, скажем так, себя чуть-чуть отработал, но все-таки показал отмену лонгового сценария и показал то, что дальше собирается двигаться вниз. Поэтому натуральный газ локально ушли наверх, но дальше произошла отмена лонгового сценария. Так, дальше следующие торговые идеи, которые у меня получали в прошлом обзоре, это покупка. Покупка акций, ребят. Покупка акций МЭТа и покупка акций ЮНП. Давайте посмотрим МЭТа. Значит, акция МЭТа, которая более известна как Фейсбук. Фейсбук, ребят, я уже писала, писала пост, делала пост в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Кто подписан на мой открытый телеграм-канал, вы могли видеть. Смотрите, как отлично у нас отработалась МЭТа. Несмотря на то, что мы находимся на максимумах своей лонговой тенденции, несмотря на то, что мы фактически торговались, торговались здесь возле своего локального хая, но тем не менее, тем не менее, паттерн, который образовался свежий, паттерн, который был подтвержден, лонговая комбинация. Давайте посмотрим, вот это пятница закрытия и понедельник открывается. То есть на выходных записывала обзор. Лонговая комбинация, которую я для вас отмечала. Здесь у нас было хорошее потенциально защитное лонговое движение, усиленное. Восходящие тенденции, восходящим трендом по МЭТе. Значит, консолидация позиций, чуть-чуть было поджариться наверх. Если вы покупали в понедельник, отлично, если нет, так во вторник можно было купить и вот этот импульс уже взять, то есть интердей, отлично мы себя отработали. Импульс наверх по акции МЭТа. Замечательная отработка моей торговой рекомендации на покупку, поэтому если вы воспользовались, то локально, короткосрочно вы заработали на покупке данной акции. Как я и говорила, то есть, несмотря на то, что на максимумах, но спекулятивно можно было купить и словить хороший импульс лонговый в сторону тренда, что мы, в принципе, с вами сделаем. Вот этот импульс, замечательная отработка моего публичного, ребят, прогноза в лонг по акции МЭТа. Так, и еще следующий, следующий торговый идеей, это была покупка по акции ЮНП. Ну, давайте посмотрим ЮНП, на самом деле, тут чуть-чуть выросли. Пока по ЮНП у нас еще все в селе, то есть еще сохраняются лонги, но пока нет отмен лонгового сценария. Значит, ЮНП, там, где я вам советовала покупать, значит, это, давайте посмотрим, это у нас получается, вот, закрывается пятница, то есть понедельник, ну, чуть-чуть мы выросли до максимума, но тем не менее, я говорила о том, что в закрытом канале подписчики получали покупочку ранее, то есть я сигнал на покупку в закрытом канале давала еще в среду, 28 июня. После вот этого перекрытия здесь я увидела локальную лонговую, хорошую подтвержденную комбинацию, которая дала возможность увидеть лонг, порекомендовать и открывать лонг, и короткосрочно мы себя отработали. То есть ЮНП, в принципе, неплохо отработал мою торговую рекомендацию на покупку. Ту, что получили подписчики в закрытом телеграм-канале. Пока мы среагировали на максимум, показали какую-то локальную реакцию, но ничего сейчас особого не вижу, то есть пока отмены лонгового сценария нет. Если будет отмена лонгового сценария, я об этом напишу, ну, по крайней мере, в закрытом канале обязательно своих подписчиков проинформировать об этом. То есть пока у нас локально отработались, что дальше уже посмотрим. Так, ребят, с вторым блоком мы закончили. Это были мои предыдущие публичные торговые идеи. Разбор торговых позиций, торговых рекомендаций. Все не постфактум. Я для чего все это делаю, для чего разбираю, для того, чтобы вы сами видели, как отрабатываются мои торговые паттерны, как отрабатываются те идеи, которые я для вас предлагаю торговать, которые подкреплены также моей работой в закрытом канале в виде торговых сигналов, торговой аналитики и так дальше. То есть все эти моменты, все эти моменты вы сами видите, все эти моменты вы сами можете увидеть публично, как на, значит, моих видеообзорах, да, где я говорю о торговых рекомендациях, анализирую предыдущие торговые рекомендации, также и в моем открытом телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер», где вы, кто подписан, мои подписчики видят, что я не постфактум тоже анализирую рынок, даю вам торговые идеи, и вот как по индексу доллара, да, мы, в принципе, прокатились неплохо на покупочках и потом взяли вот этот шартовый импульс, который произошел в пятницу на прошлой торговой неделе по индексу доллара. Просто замечательная отработка, поэтому все-таки основной акцент в своем открытом телеграм-канале я делаю на торговые идеи, ребят, то есть никакой воды, никакой там остальной информации, какой-то, значит, такой размытой там нет, то есть есть торговые идеи, если есть хорошие паттерны, если есть хорошие комбинации, я об этом информирую своих подписчиков и открытого телеграм-канала тоже. В закрытом телеграм-канале больше идей, больше работы с моей стороны, больше инструментов, то есть я анализирую все топовые инструменты по основным рынкам, основным, значит, блокам, да, валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индекс, металлы, товарно-серейковый рынок. То есть я эти рынки анализирую, и в закрытом канале уже подписчики получают торговый сигнал, торговую аналитику и сопровождение всех этих торговых идей. Так, значит, и теперь давайте приступим еще к третьему блоку. Третий блок — это как раз те, те торговые идеи, те торговые сигналы от меня, которые получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале еще на прошлой торговой неделе дополнительно. То есть не только те идеи, которые мы только что с вами проанализировали, публичные, да, которые я для вас давала публичные, но и давайте еще посмотрим в закрытом телеграм-канале, что же подписчики получали от меня на прошлой торговой неделе. Сразу хочу отметить, что я до этого, то есть еще так же, как и с публичной моей работой с индексом доллара, то есть я еще до среды, в принципе, до четверга, мы работали на укрепление индекса доллара по отношению к другим валютам. Значит, до этого мы вот неплохо заработали, допустим, евро-доллар, да, отлично снижаемся, фиксируем 30% позиции на продажу, это когда я шорты рекомендовала по евро. Значит, дальше, смотрите, у нас получается пятница, 7 июля, все предыдущие сигналы я закрываю, то есть по евро фиксируем оставшуюся часть позиции на продажу, дикси, значит, закрываем, там у меня было два сигнала, один сигнал по безубытку, второй сигнал, в принципе, в хорошем профите, потому что мы там еще частично фиксировались, доллар-франк тоже фиксирую покупки, хотя локально доллар-франк неплохо отрабатывал лонги локально, ну, городкосрочно, можно сказать, что, в принципе, эти покупки спекулятивно отрабатывались, кто торговал интердай из моих подписчиков, то есть могли отлично заработать на лонгах по доллар-франку внутри дня. Потом выходим в пятницу из всех этих торговых позиций, вот я написала своим подписчикам, утром мы вышли, и торговые сигналы в обратную сторону подкреплены моим анализом в рамках моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, самодостаточные паттерны, которые сформировались по валютному рынку, дали возможность спрогнозировать соответствующие движения, то есть дали возможность спрогнозировать движение на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам, таких как евро, швейцарский франк, фунт и так дальше. И давайте посмотрим эти торговые рекомендации, торговые сигналы, которые я давала в закрытом канале. Евро-доллар, сигнал лонг, покупка, евро зафиксировала 50% позиции на покупку в пятницу. Доллар-франк, сигнал шорт, продажа, 50% позиции в пятницу зафиксировала. Давайте посмотрим картинку по доллар-франку, чтобы не быть голословной. Посмотрите, вот это у нас доллар-франк, шикарный пролив вниз с пробитием, с пробитием поддержки, которая была до этого 0,8915, консультационная поддержка. Мы пробиваем, закрепились ниже. То есть видите, что замечательная отработка произошла еще в пятницу и 50% позиции на минимуме пятничной девочки я зафиксировала в закрытом канале. Так, индекс доллара – это та торговая идея, которую я для вас, ребят, продублировала публично. То есть если вы подписаны на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», вы видели и этот пост, что в публичном своем канале я тоже сделала пост о том, что дикси можно продавать. Вы также имели возможность воспользоваться этой торговой идеей и на ней, соответственно, заработать. Фунт. Ребят, по фунту лонг по тренду выше поддержки в районе 1,2690. Смотрите, фунт-доллар. Здесь у нас тоже самый достаточный лонговый паттерн сформировался. Покупки до максимума мы достигли пятницу по фунт-доллару. Давайте посмотрим картинку по фунту. Значит, покупочка в пятницу. До этого, честно говоря, еще думала, что у нас какая-то коррекция более глубокая произойдет по фунт-доллару, но нет. Уже закрытая четверга показала дальнейшее направление лонговое, о чем я проинформировала своих подписчиков в закрытом телеграм-канале. И посмотрите, импульс шикарный наверх. Достигли максимумов. Там я тоже зафиксировала 50% позиции на покупочку. То есть все мои подписчики, которые покупали фунт, шикарно интердей на этом заработали. А также, ребят, золото. По золоту. Вот то, что я вам говорила сегодня в обзоре. То есть если сегодня вы получили торговую идею на покупку золота уже чуть повыше, то есть после закрытия пятничной дневочки, то подписчики, мы в закрытом канале получили покупку, торговую идею на покупку по золоту по более привлекательным ценам. Посмотрите, где было золото, где я рекомендую лонговать. И, в принципе, уже мы себе в пятницу интердей отработали. Давайте посмотрим золото еще раз. Значит, откроем график. Дневной график по золоту. И посмотрите, где мы уже были в пятницу. То есть до локальных максимумов вот этих, что были на прошлой торговой неделе, мы добили и эту цель достигли. То есть интердей, интердей, кто торговал, уже можно было фиксироваться частично. Но я в закрытом канале пока золото не фиксировала, потому что я считаю, что у нас еще дальнейшая перспектива сохраняется. И пока это только краткосрочная отработка. То есть жду более хорошего импульсного роста по данному металлу, о чем я вас проинформировала в начале сегодняшнего обзора. Ну и вот это уже сопровождение моих торговых идей, то есть частичная фиксация. По 50% по всем своим позициям пятничным я зафиксировала в закрытом канале. Поэтому, ребята, еще раз. Если вас интересует и если вам интересна моя работа, мой подход к анализу рынка, моя торговая стратегия, то, как я отбираю торговые формации, то, как я ищу торговые формации, можете подписаться на мой закрытый телекрам-канал VipMariaKuchta и больше торговых рекомендаций от меня получать. Не только те публичные торговые идеи, которые я в своих обзорах рекомендую, но и торговые рекомендации по другим инструментам. Также хочу отметить, хочу напомнить о том, что я провожу индивидуальные курсы обучения по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребята, кому интересно, пишите мне в личку, все контакты есть под видео. По поводу подписки на закрытый канал тоже пишите в личку. Все мои контакты есть под видео. Желательно пишите в телеграмм «Собака Мария Кухта». Также можно писать в мессенджер, то есть другие мои ресурсы. Но тем не менее, если интересно, обращайтесь в личку. Всю информацию предоставлю вам в личном, в индивидуальном сообщении по поводу курсов обучения. Ребята, курсы индивидуальные. Со мной занятия, 8 занятий индивидуальных. Значит, на этом у нас не заканчивается с вами работа, то есть этими занятиями не ограничивается работа с вами, потому что еще на протяжении полгода с начала обучения вы будете находиться бесплатно в моем закрытом телеграмм-канале «Вип Мария Кухта». Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы сами убедились на практике, как работают торговые паттерны, как работает моя торговая стратегия, чтобы вы смогли проследить и, скажем, сами уже увидеть, как все эти моменты отрабатываются на рынке, как я отбираю паттерны, как я сопровождаю торговую позицию. То есть все эти моменты, что мы с вами будем проходить на курсах обучения, вы сможете уже как бы на моих торговых идеях в закрытом канале научиться и все это уже через себя, скажем так, пропустить. Вам будет легче отбирать торговые паттерны, вы еще будете дополнительно вот учиться на моих торговых идеях и таким образом будете усовершенствовать свои умения и свое понимание рынка. Поэтому интересуют курсы обучения, пишите мне в личку, обращайтесь с ребят, всю информацию предоставлю вам в индивидуальных сообщениях. Так, также хочу напомнить о том, что есть мой YouTube-канал Marie Kuchta Trader. Если не подписались, ребят, ну подписывайтесь еще, потому что на самом деле на YouTube-канале я выкладываю свои обзоры публичные, обзоры с анализом основных финансовых инструментов, обзоры с торговыми идеями, обзоры с анализом и разбором предыдущих своих публичных торговых идей, также обзоры с разбором своих торговых идей с закрытого канала. То есть все это вы можете также использовать и в своей торговле, торговые рекомендации мои, так и в своем анализе. Возможно, будете усовершенствовать свое понимание рынка, если интересен мой подход, будете уже учиться на моих публичных обзорах, поэтому подписывайтесь и, во-первых, будете всегда в курсе основных хороших торговых паттернов, которые формируются на рынках, и, во-вторых, будете это использовать все для себя в качестве обучающего материала. Не забывайте подписаться на мои открытые ресурсы, это открытый телеграм-канал Marie Kuchta Trader, также мои ресурсы в Фейсбуке, Marie Kuchta Capital моя страница, Marie Kuchta Trader моя закрытая группа в Фейсбуке. Добавляйтесь, ребят, кому интересно, также там дублирую свои видеообзоры, также дублирую информацию по рынку, если есть какие-то изменения. Вот по индексу доллара сделала апдейт по индексу доллара, в принципе, тоже проинформировала своих подписчиков в Фейсбуке о том, что индекс доллара у нас в пятницу уже нацелено снижение, то есть вы также могли, если подписаны на мои ресурсы, мои группы в Фейсбуке, вы могли воспользоваться этой идеей и заработать на продаже по индексу доллара в пятницу. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все, если вам понравился сегодняшний обзор, не забывайте поставить лайк. Благодарна за ваши предыдущие комментарии, вопросы, отзывы, реакции, а также хочу напомнить о том, что вы можете задавать вопросы под моими видеообзорами, если есть вопросы по инструментам, по рынкам. Пишите тикеры в комментариях, тикеры тех инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела. Я обязательно рассмотрю и отвечу либо на следующем обзоре, либо в своем открытом телеканале Марии Кухтотрейдер буду делать отдельные посты с ответами на ваши вопросы. Так, значит, жду от вас вопросы, если есть, пишите в комментариях, жду от вас свежих реакций, отзывов, фидбэка, буду благодарна за ваши комментарии, буду благодарна за ваши вопросы, всем хорошего дня, ребят, прибыльной торговли и до скорой встречи.